Лишь по итогам первого дня эксперты назвали 4-й Восточный экономический форум самым представительным за всю историю их проведения. И не зря рекордное количество делегаций поговаривают, что их переваливает за 60. Насыщенная программа, полная неожиданных и актуальных тем. Спикеры ежечасно устраивали на полях форума жаркие дискуссии и генерировали свежие идеи во всех областях. От науки и образования до таких тонких материй, как, например, драйверы изменений в обществе. По последней теме модератором полемики выступила известная телеведущая Софи Коши Варнадзе. И как мы померим наш взгляд? Чем мы его измерим? Мы с вами уже в 45 минут говорим про социальные коммуникации, рассуждаем такие нехорошие, важные и значимые. Но у меня вопрос, а где здесь эффективность? Кто хоть слово сказал про измеримость того результата, который дают социальные коммуникации? В другом секторе дискуссионной арены Восточного экономического форума заседали эксперты, пожалуй, одной из самых востребованных и передовых отраслей – медицины. Специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже давно ассоциируются у приморского населения со словосочетанием «хорошая медицина». И они присутствовали на форуме, обсуждая с нашими медиками серьезный вопрос – быть или не быть медицинскому кластеру в приморской столице. И не простому, а международному. По подобию международного медицинского кластера, который находится в Сколково. Чем он будет отличаться от любого медицинского учреждения, которое находится на территории России? Сюда должны прийти медицинские кадры, медицинские технологии, медицинские препараты, которые еще не зарегистрированы на территории Российской Федерации. Звучит по меньшей мере интригующе. На вопрос съемочной группы о том, легально ли это вообще, эксперт поспешил заверить, что речь не идет о каких-то запрещенных препаратах или экстремальных техниках лечения. Суть в том, чтобы создать на территории будущего кластера несколько иное правовое поле. Речь идет о том, чтобы мы сюда пригласили лучшие медицинские клиники, лучшие, которые сюда приедут и будут оказывать медицинские услуги нашему населению по своим технологиям, пока еще юридически не разрешенным для применения на территории всей России. Параллельно с тысячей и одним проектом, обсуждаемым в ходе ВФ-2018, глава Владивостока Виталий Веркиенко не упустил возможность принять участие в одной из секций форума. Она была посвящена развитию Русского острова, причем по весьма глобальному сценарию. Это создание финансового центра и офшора на территории Русского острова, города Владивосток. Было интересно послушать, принять участие в дискуссии и понять, каким образом эти новые экономические инструменты повлияют на развитие города Владивосток. Этажом ниже обсуждали насущные вопросы специалисты крупного калибра из сферы образовательной. Основным спикером стала заместитель министра науки и высшего образования страны Марина Боровская. Она поделилась с прессой своими соображениями касаемо будущего вузов России. Мне кажется, что у Дальневосточных федеральных университетов целый ряд еще партнеров, которые здесь присутствуют, они способны сегодня активно войти в реализацию проекта экспорта образовательных услуг. Этот федеральный проект нам необходим. Мы действительно думаем об удвоении доли иностранных студентов, обучающихся на площадке российских университетов. За первый день Восточного экономического форума было проведено несколько десятков встреч, а количество тем и градус дискуссий в конференц-залах просто зашкаливали. Кроме образования, медицины, экономики и социальных коммуникаций, были проведены пленарные заседания по геополитике, подписаны соглашения между крупнейшими федеральными предприятиями, такими, как, например, Росморпорт и Pacific Logistics. А в кулуарах форума ведутся переговоры между Россией и Китаем. Общая сумма совместных проектов двух стран составляет 100 миллиардов долларов. Ну а на повестке еще два дня ВЭФ, в ходе которых ожидаются не менее грандиозные события, самым ожидаемым из которых станет пленарное заседание глав государств. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.